Друзья, привет! С вами Алена, Алена Самсонова, практикующий клинический психолог, блогер. И сегодня мы с вами смотрим такую тему, как ответственность. Мы смотрим с вами тему, как результат. И рассматриваем вас в отношении с вашим симптомом, в отношении с вашей картиной мира и в отношении вашей саморегуляции. Ответственность. Что же это такое? Что же это за собака такая, которая очень часто отваливается и происходят некие жуткие изменения, которые мешают вам очень сильно в жизни меняться? Ответственность. Откуда она берется? Она появляется именно из той истории, которая называется «Я не знаю, что мне делать. Я растерян». Пока я не понял, куда мне двигаться. Но как только я понимаю, что я сталкиваюсь с историей, которая небезопасна для меня, я сталкиваюсь с историей, которая меня вытесняет, которая меня разрушает внутри, я прекращаю это делать и выхожу на другую стезю, которая называется «Я выполняю то, что я могу, то, что я должен». А должен я первоначально самому себе. Почему я должен себе? Почему я должен следить за своим здоровьем? Почему я должен? Потому что я хочу жить. Я хочу жить хорошо. А как жить хорошо? Про что это хорошо жить? Это про то, что вы не прекращаете выходить из своего образа ответственного отношения к жизни. А про что он? Он про тревогу иногда, он про одиночество иногда, иногда он про трудности, связанные с тем, что вы не знаете действительно, что вам делать. Иногда эта тревога связана с неопределенностью, и тогда возникает ответственность. Ответственность в отношении к самому себе. Как я смогу помочь себе? Как я смогу вытащить себя из этой ямы? Какие есть у меня инструменты? Что я могу сделать? Кого я могу включить в эту историю? Кто из близких мне может помочь? А кто из дальних? Где я вообще могу взять себе немного вот этой помощи? Откуда она возьмется? Казалось бы, вы скажете, что неоткуда. Но как только вы откроете вот этот портал, который я называю информационный портал ответственности в отношении себя, и передадите просьбу миру, То есть, грубо говоря, вы заявите миру, мне нужна помощь, я хочу делать, создавать, решать, но не получается. И как только вы поймете, что именно эта история не получается, работает против вас настолько долго, насколько вы позволяете этому быть. И если вы берете на себя вот эту мини-ответственность, связанную с тем, что сейчас я не знаю, но, возможно, через два дня, возможно, через три дня я буду знать, откуда я буду знать, как я буду знать, Вы просто задаете этот вопрос вселенной, и очень часто вселенная не отвечает. Но тогда вы оставляете возможность за собой действительно создавать те условия, в которых вы сможете себе очень быстро помогать. Как быстро себе помогать? Изначально нужно определить стратегию, куда вы движетесь, что вы делаете, к чему вас это может привести, а к чему не может привести. И когда вы понимаете, что, например, полное «же», и вы себе задаете вопрос «Да не уже полное «же», и тогда ответ простой» – начни выбираться. «Как?» – спрашивает организм. Он привык находиться в состоянии какого-то хаоса. Именно для того, чтобы выйти из состояния хаоса, нужно структурировать минимально свою жизнь. Минимально, начиная от порядка на столе, заканчивая порядком взаимодействия с людьми. Также порядок выстраивается в отношении с гаджетами, в отношении с знакомыми, в отношении с едой, в отношении с физической активностью. Это порядок, который выстраивает вашу возможность эффективно жить в этом мире. Друзья, с вами была Алена Алена Самсонова, практикующий клинический психолог. Смотрите мои видео, добавляйтесь и подписывайтесь на мой канал. Все, пока-пока.